Звук? Все хорошо? Да, все хорошо. Слава Богу, Господи. Спасибо, Господи, за эту школу. Благодарю тебя за этот вечер и дай нам, Господи, Твоей милости и Твоей благодати течь в Духе Святом. Драгоценно, еще раз приветствую вас. И, значит, давайте мы начнем с того, что у нас также в теме обозначено по поводу тех важных вещей, когда мы говорим не только где и как слышать Бога, но и точно так же очень важно в пророческом служении, в пророческой культуре вопрос именно истолкования. И, как у нас написано, в теме нашей обозначено, чтобы мы с вами как можно меньше делали ошибок, которых все равно не избежим. Как мы, собственно, и говорили в эти дни, что служение пророка Нового Завета, оно немного отличается от Веткого Завета, потому что в Ветком Завете были посредниками между Богом и человеком пророки. У нас в Новом Завете посредник Иисус Христос. И мы поднимали очень важное местописание 2 Паралипоменон 20 главу 20 стих, где написано о том, что верьте Богу вашему, это номер один в нашей жизни. Номер два и будете крепки. То есть мы укрепляемся веруя в нашего Господа и только на третьем месте, если мы можем так сказать, верьте рабам его пророка, вы будете иметь успех, потому что все личные пророчества, которые приходят в нашу жизнь, мы сверяем с тем, что в нашем духе, в наших внутренностях. И вот когда закончилось вчера воскресное служение, пастор Евгений как раз сказал о том, что можете подойти и попросить молитву, чтобы за вас попророчествовали. И у нас, ну скажем, некоторые сестры приходили с диктофоном, с телефоном для того, чтобы это пророчество было записано. Но, может быть, не всегда было какое-то пророчество полное, потому что я заметил, что подходили с тем, что уже обозначали некоторую такую парадигму в отношении тех желаний и обстоятельств, которые были в их жизни, что вот за это и вот за это нужно помолиться. И, знаете, иногда хотелось сказать, да будет так во имя Иисуса Христа, как вы сказали. Потому что я помню, как-то мы встретились с пастырями после такой пророческой конференции, и у них до этого было служение, и они, значит, спросили, а как вы пророчествуете? И я сказал, ну помолитесь вот за меня. И один пастор начал молиться, но, как обычно, традиционно мы привыкли, да будет, к примеру, у Ярослава все хорошо, все здорово, и просим за исцеление, за здоровье, и чтобы рука Божья была на нем. И когда молитва это остановилась, реально такая молитва в духе была, я говорю, а можешь те же самые слова сказать, вот именно, точнее, провозгласить, как пророчество, что я вижу, как из сердца моего идет слово «благое на тебя», о том, что Бог дает тебе исцеление. Бог благословляет тебя, выводит на новый уровень рука его на тебе. И вы понимаете, как все меняется? Просто мы изменили саму подачу, то есть именно такой, как бы, так скажем, пророческий сленг появился. Ну, хорошо. И вот я как раз начал с кассет записей. С одной стороны, очень важно, чтобы пророчество было записано. Почему? Потому что тогда, когда пророчество записано, то первое, конечно же, нужно прослушать эту кассету еще раз, а может быть, много раз, и записать то пророчество уже на листочке, уделить просто для этого времени, для того, чтобы поразмышлять над ним. Второй момент, второй момент, почему важна именно запись, чтобы нам, согласно вот этой записи, обсудить пророчество с вашим пастором или вашим лидером, вашим наставником, что необходимо, что очень важно. Третий момент, это проверить, соответствует ли пророчество Писанию и свидетельству Духа, как я уже сказал, который внутри нас, потому что Господь внутри нас. И, к примеру, когда мы открываем книгу Аввакума, вторую главу, то мы там читаем о том, что на стражу мою стал я, чтобы стоя на башне наблюдать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей, даже когда слово идет со стороны, когда оно идет извне, все равно, каким оно должно просто загореться. Именно вот так скажем, как у первосвященников на равниках Ефода были не только 12 камней, но были также, но их по-разному обозначают как бы два камушка, два таких сигнала у Рима-Тумим. Кто-то говорит, их кидали, кто-то говорит, когда Господь говорил, к примеру, на вопрос, да, то загорался у Рим, если нет, то Тумим. И сегодня у Рима-Тумим, он в нашем сердце, это, знаете, такая как бы, чтобы лучше понять, это как вот игра, которая в детстве у нас была горячо, холодно. И вот что-то пришло такое напоминание, поэтому я дам такую коротенькую практику, потом в чат тоже по Риму и Тумиму, потому что это ежедневное наше вот такое движение, общение с ним, хотение и действие по его благоволению. Вот так скажем, когда ты еще не получил, может быть, слово от Господа, но внутри тебя на фоне осязания, чувствительности приходит либо горячо, либо холодно. Если холодно, значит стоим, если горячо, значит в этом движемся. Следующий момент, четвертый пункт. Не принимайте согласно пророчеству, если в пророчестве не только увещание, утешение и назидание, помните, мы с вами говорили, если мы дальше начинаем прочитать Первый кориджин, 14 главу, то иной язык истолкованенных языков пророчества, а мы с вами говорили, иной язык плюс истолкование равно пророчество, да, то оно переплетается и со словом мудростью, и там, если заходит неверующий человек, или там, у кого грехи всеми, он обличается там и судится, понимаете, на какой момент мы такой выходим. И вот здесь, если появляется, к примеру, мы, Божий поток же у нас школа называется, и вдруг перетечение из пророчества, мы выходим, к примеру, на слово знания, на слово мудрости, которое, по слову мудрости, уже говорит нам о будущем, то вот в этом потоке, в этом направлении откровений, вот я об этом и говорю, не принимайте сразу быстрых никаких важных решений, основанных на полученном вами пророчестве. То есть хорошо бы спросить у Господа и ожидать у Него дальнейшего указания и совета. К примеру, вот я свидетельствовал, нет у вас, о том, как я, значит, будучи студентом библейской школы, значит, научился я в кафе работать с тестом и делал пироги пяти видов. И я их продавал достаточно, так скажем, успешно для себя. Сам пек, сам продавал, бегал по рынку с вилкой, пирожок, ну-ка съешь меня, дружок. Конечно, такой психологический, конечно, был очень сильный стресс, но куда деваться. Вот так меня Господь провел. Так вот, и, значит, на общем служении пастор пророчествует. Тот, кто занимается бизнесом, я пророчествую, что Бог поднимает его в два раза. И я так напугался и думал, вообще я бизнесмен или не бизнесмен. Тогда, когда вот у меня такая подработка, да тем более с тестом, с пирогами, потому что я знаю, как пироги продаются и как они делаются. Это значит, мне в два раза больше нужно было покупать муки, ингредиентов на этих пять видов пирожков. И в конечном итоге я пришел после служения домой, встал и начал молиться. Господи, это ко мне вообще слово или не ко мне? И если ты меня считаешь в этом отношении бизнесменом от слова дело, то, ну тогда подтверди мне, что мне в два раза нужно увеличить вот мое хлебопечение, пирожки печенья, да. И вы знаете, и вдруг я в молитве прям четко получаю внутри, а тебе в три раза, дорогие. И поэтому вот в этом отношении просто уделите время с Господом, помолитесь, спросите. Для вас эта тема, не для вас, может быть, потому что когда это пророческое такое слово, на общем собрании, тем более в пророческой проповеди идет, оно общее, не обязательно для всех. И вы знаете, ну вот я, значит, будучи послушен Господу в этом отношении, увеличил работу мою с пирогами в три раза. И когда я, помню, закупал муки, делал тесто и часто слышал такой голос, а если не продашь, что будешь делать? Я уже такой, ну, сам буду есть, буду заниматься благотворительностью. И поэтому, ну, скажем, вот так мой малый бизнес, он увеличился. Аминь. Пятый момент. Всегда помните, что большинство пророчеств, оно условно. Скажем, я немножко задел эту тему на нашей школе, сказав о том, что основные, так скажем, три пророчества, которые мы должны знать. Ну, первое, это то, что пророчества могут быть частичные. Это значит, ты не обязательно получишь, ну, к примеру, что-то из прошлого или из настоящего. Это может быть часть там, часть в будущем, часть в настоящем. И есть прогрессивные пророчества, которые говорят тебе реально о будущем, но ты как бы думаешь, вообще для меня ли нет, я вообще этой темой, к примеру, не занимался. Но чувствуешь, что внутри что-то отвечает твой Урим, говорит, да-да, не отвергай, положи на полочку, подожди, созреет до какого-то определенного времени. И вдруг это пророчество начинает работать, как я, к примеру, смешно рассказывал о том, что я надул ветер перемен, что даже сам этот ветер перемен увидел в том образе, который открыл для меня Господь. И следующий пункт – это пророчество условное. Это надо обращать внимание на то или на те слова, когда говорится о том, если сделаешь это, то будет это, если то. Если, да, это вот как бы пример второзакония 28 главы, если перейдете Иордан, то тогда будете благословлены. Если будете послушны, то будете это иметь. Если не будете послушны, то тогда с 16 стиха начинается второзаконие 28 глава, которое не очень, так скажем, позитивное. Поэтому пророчество, оно часто бывает условным. И его исполнение основано на вашей вере, молитве и послушании. И тот пророчествующий человек, который вам пророчествовал, то есть он сделал свое дело, он ушел, ты получил огонь в своем сердце, огонь в своих костях. И поэтому от тебя нужно поливать это пророчество. Нужна вера, молитва и послушание. Ну и шестой пункт, который также я хотел бы отметить, это Святое Писание нам говорит вести духовную войну на основании того пророчества, которое вы получили. Это мы читаем в 1 Тимофе, 1 главе 18 стихе, когда апостол Павел, он учил Тимофея и говорил воинству и веры, вот согласно тем пророчествам, которые были высвобождены на тебя. И также второй параллель поминут 20-20 мы говорили, верьте Господу Богу. Богу это тоже такие аспекты войны. Будьте тверды, потому что есть по поводу чего быть нам твердыми. К примеру, Иисус Навин, книга 1 глава, аж 4 раза. Будьте тверды и мужественны. И один раз даже говорится, будьте тверды и очень мужественны. И верьте рабам, его пророкам, и будете иметь успех. Аминь. Хорошо. Теперь я скажу вам 5 нет. Запомните 5 нет, на которые мы с вами не должны пророчествовать. Если, скажем так, даже быть очень осторожными, вот с этими 5 нет, если мы не в пятигранном служении. Не апостолы, пророки, учителя, евангелисты, пасторы, которые в этой команде. Поэтому выше, о чем мы говорили, если что-то такое на эти 5 нет появляется, я сейчас скажу, что это за 5 нет. Вот поэтому мы и говорим, обсудите ваше пророчество с пастором, с вашим наставником, лидером, потому что Бог заинтересован в том, чтобы мы были в команде. Итак, 5 нет. Значит, первое. Брак. Не пророчествуйте о браке. Второй момент. Рождение. Рождение. То есть, драгоценное что-то получили. Давайте попробуйте это принести на такой, я в кавычках называю, пророческий стол. Потому что также слышание голоса Божьего, оно определяется тем, что исследуйте все и держитесь хорошего. Чтобы не ввести в смущение, ну, как бы людей, особенно это если не исполнится. Я вот был на одной пророческой конференции, мы приглашали в Москву пророка Амоса, Сингапур. Он пророчествовал пяти президентом. И когда вот учил, мы тогда еще Андрея Кочкина пригласили по поводу поклонения, прославления. И он некоторые свои позиции просто, ну, оставил. Ну, говорит, пастор Рослав, давай, говорит, это попросим еще пророка, чтобы он нас поучил вот именно о такой пророческой парадигме, динамике вместо моих, так скажем, семинаров или уроков. И вот когда он давал расклад по поводу там слова, знания, слова, мудрости, дару веры и так далее. И он вызвал, это у нас церковь в Иркуте, да, в Иркуте была. И, значит, позвал одну пару, и мы знали, мы вообще с ним не разговаривали, эта пара не могла иметь детей. И он вызвал эту пару и начал пророчествовать о том, что, значит, ожидайте через год ребенка. И это пророчествовал пророк, и, конечно, это был такой подъем для нас, потому что мы знали этих людей, и так оно и произошло, драгоценное. И единственное, что, может быть, еще к этому была конференция у нас потом в Иркуте, и мы когда там служили, значит, пастор в Иркутинской церкви, он подошел ко мне, а я там такую практику, значит, вводил по поводу, ну, исцеления. И когда ты видишь человека, и начиная с головы, просто ты как бы ведешь, как будто вот зонтируешь его, и где Господь показывает какие-то определенные пятна, там на голове, на ухе, на носу, на шее, на груди и так далее. И ты, ну, провозглашаешь, говоришь, вот он подошел ко мне, а как ты туда попал, а как ты туда попал, как ты вот попросил вот этого человека выйти и помолиться. И я ему просто вот это рассказал, говорю, попробуй. И вдруг он подходит ко мне на прославление прямо, говорит, Ярослав говорит, я вижу трубы, трубы, говорит. А он еще сантехникой подрабатывал. И я говорю, слушай, я не думаю, что Бог показывает на сантехнику, хотя забегу на будущее драгоценное. Он здесь сейчас живет в Домодедово, и он, его бизнесом стала сантехника, когда он переехал и оставил пастырские позиции, реально стал таким бизнесменом и успешным вот именно в бизнесе вот таким, ну, в отношении сантехники. И, но Бог, он всегда параллелен, еще надо смотреть, потому что такое многообразие у него. И, значит, мы вместе с ним помолились, по-моему, за трех женщин, у которого, которые вышли с проблемами маточных труб. И потом мы, когда приехали домой, вот та семья, за которую молился пророк Амос, они приехали, ну, скажем так, как мы думали, просто попрощаться на чай на последний и отвели, значит, нас в комнату и сказали, что вот у них проблема как раз вот именно с маточными трубами. Но мы верим, что пророк Амос пророчествовал, и мы еще помолились. И сегодня у них точно двое детей, рожденных от них, и, а может быть, трое. Это, ну, просто я сейчас уже точно не знаю, вот давненько не созванивались. Поэтому Господь, он чудесен. И вот поэтому я что говорю, будьте осторожны в пророчествах о браке. Второе, потому что очень много манипуляций в этом. Второе, рождение. Третье, смерть. Как вот, к примеру, пастор Александр Подобедов, да, он говорил о том, что часто бывает такой момент, когда ты увидел, ну, вот, к примеру, смерть, и, к примеру, пророческое слово, то мы даже в Библии видим, да, к примеру, к царю, когда пришел пророк и сказал, что ты умрешь. Но он помолился, покаялся, попросил прощения у Господа, и Бог дал ему 15 лет. Я был знаком с одной историей из газеты, тоже применял это ее как свидетельство, когда родственники, они, значит, рассказали о том, что их папа, ну, для кого дедушка, он ушел на войну, но перед войной видел, он шел, такое сон увидел, шел по тоннелю, и там много было икон, образов, и, значит, и на, он, смотри, я, говорит, смотрел на эти иконы, смотрел на эти образа, и вдруг увидел среди них свое изображение. Это говорит о том, что мы дорогие, если, Господи, то мы святые. Но, говорит, в отличие от других, скажем, икон или образов, значит, я, говорит, увидел, что мой огонь заканчивается, вот именно на лампадке, и я, говорит, заметался и попробовал снять эти лампадки, это масло, чтобы поддеть к себе из других картин, которые увидел, но так у меня не получилось, и я проснулся. И вот, смотрите, вот они приводят этот сон к тому, что, как бы, ну, пророческий сон, который пророчествовал о смерти, но, видите, если подойти к нему, к этому сну, то мы можем посмотреть на него, как на предупреждающий, предупреждающий сон, посмотри, что у тебя масло заканчивается, тебе, как в Матфея 25 главе, нужно обратиться к Богу. И это очень чудесная такая глава там, которая показывает, как теряется масло, это не только молитва Библии и так далее. Для меня это накопительный эффект, когда лукавый ленивый раб, он просто не копил это масло, потому что, будучи не зная, как распространить или приумножить талант, он просто закопал его. Потом также эта притча переливается в другую притчу. Поэтому Матфея 25 глава, это глава Божьих потоков, как делать так, чтобы масло накапливалось и не терялось. И в конечном итоге мы приходим в другую, третью такую, ну скажем, притчу, когда Иисус говорит о том, что вот я сидел в тюрьме, я сидел при дороге, и вы не подошли ко мне, не благословили меня, поэтому одни остались на стороне козлов, другие остались на стороне овец. Вот так. Поэтому обязательно размышляйте над пророчеством. Поэтому что я сказал? Брак, рождение, смерть. Четвертое. Географические перемещения. Это тоже очень важная вещь. И это обсуждается, конечно, с пятигранными служителями. Обсуждается именно с командой. Или, допустим, поиск работы и так далее. Потому что это уже, ну, отличается вот именно от такого классического определения пророчества, как увещание, утешение и назидание. И пятое. Пятое. Призвание на пятигранное служение. Призвать на пятигранное служение, тем более вот таким пророческим способом, могут только пятигранные служители. И только они могут пророчествовать именно в высвобождении, скажем, в команду апостолов, пророков, учителей и так далее, теми, кем они являются. Это пять нет. Значит, следующие какие моменты, на которые я хочу обратить внимание. Значит, никогда не пророчествуйте с намерением побудить кого-то поддержать ваше служение финансами. Потому что это очень нехорошо в глазах Бога, тогда, когда это может перетекать в контроль, манипуляцию. Просто скажу такую выдержку из проповеди Стива Самрала, это сын Лестера Самрала, когда он уже умер и приезжал. Я был тогда в Абакане, и он пророчествовал. И говорит, я спросил у отца, когда он еще был жив, о том, за что Господь будет судить именно народ Божий. И папа, говорит, мне сказал о том, я не буду судить о принадлежности какой-то динаминации и так далее. Сейчас мы не о датаринальных вещах говорим. Но я буду очень серьезно смотреть на то, на два момента. Это первое, контроль служителей над людьми. И второй момент, контроль над их финансами. Потому что контроль и манипуляции это равно колдовству. Вот так. Значит, поэтому помните, что пророчество должно даваться под пастырским контролем. Я также говорил, что не коллекционируйте пророчества, потому что часто много пророчеств. Оно идет на определенный такой цикл, момент времени в вашей жизни. Оставьте, потому что тетради не хватит. Потому что если начинается пророческое служение, и мы входим в пророческую культуру, вы очень много будете иметь пророчеств. Ну, хотите, собирайте. Ну, то, что на сердце, конечно, оставляйте. Значит, так, 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 так. Еще один момент. Вот я, значит, такое предупреждение делал, чтобы пророчествовали мы, значит, в присутствии нашего духовного лидера. Но я хочу сделать такую пометку, чтобы мы отметили разницу. Ну, давайте я подведу некий такой итог. Дело в том, что часто, ну, ладно, не часто, но есть люди, некоторые, которые, к примеру, начинают манипулировать, особенно тогда, когда приезжают гости, приезжают служители на какое-то короткое время. Они что-то попророчествовали, что-то сказали. Если нет записи этого пророчества, то тогда вот именно некоторые люди, они могут, ну, просто обманывать. Или, к примеру, неправильно истолковав пророчество, они могут говорить о том, что вот приезжал, к примеру, пророческий служитель, там, пастор или пророк, епископ, апостол, как бы мы это ни назвали, и он мне сказал так-то, так-то и так-то. Это тогда идет манипуляция пастора с другой стороны. Поэтому вот здесь мы хотим перестраховаться. Но с другой стороны есть разница между упорядоченным пророческим служением, которое должно быть записано, осуществляться под духовным покровительством. Это одна сторона. Но есть и другая сторона использования дара Святого Духа, который может быть вытекать из тебя в любое время и везде, и так часто, как это возможно. Потому что многие служители, они, ну, устали, к примеру, пастори, если они еще, допустим, не вошли вот именно в такую пророческую культуру, в такое пророческое служение, когда мы уже перепророчествовали, особенно если церковь маленькая, все мы вся, и просто уже не знаем, что делать. Сидим, сидим, пророчествуем в круге, собираемся уже по 150 раз, может быть, слыша где-то, ну, уже одно и то же. Дело в том, что за стенами церкви нас ждут люди. И там о каком, к примеру, покровительстве может быть и те речь, или записи на кассеты, или еще те вещи, о которых я говорил. Поэтому вы это должны, ну, как бы сказать, различать. Одно дело, когда вот именно упорядоченное служение для того, что пророческое, чтобы был порядок в церкви, другое дело на наших работах, в магазинах, в ресторанах и так далее. Ну, я думаю, вы поняли то, что я хотел сказать. Значит, отметьте, что есть три пункта таких в основах пророческого служения. Это первое, что мы делаем, мы получаем откровение через слово, видение, сон и так далее. Второе, получить это одно, а вот второе, еще нужно истолковать это откровение. Мы с вами, ну, может быть, очень сильно поверхностно пробежались о том, что, ну, достаточно все-таки серьезно сказали, что пророчески активированные люди, они могут быть и опасными. Потому что ты можешь пророчествовать из Духа, я имею в виду вот именно тогда, когда ты находишься в высоких состояниях плодов Духа Святого, любовь, радость, мир и так далее. Ты должен проверять это. Или из низких состояниев, что Галатам 5 глава также говорит, это зависть, грех, депрессия и, ну, все вот эти перечисления. То есть смотри, в каком ты состоянии находишься. И если ты в низких состояниях, то лучше бы нам закрыть наши уста и ничего не говорить. Ну, и третий момент, это, конечно, применение истолкования. Поэтому получить откровение – это одно. Второе – это истолковать откровение. И третье – это применить истолкование. Потому что, ну, я скажу, вижу достаточно много верующих с такой духовной шизофренией. Они могут слышать голос Бога, но из-за того, что они никогда не имели, не взяли смелость на себя двинуться, потому что они получили, то в их жизни получается, ну, такой раздрай, потому что слыша голос Божий, но никогда не двигаясь по Слову Божьему, ты никогда не вскроешь вот именно откровение, для того, чтобы оно стало плотью, как мы на служении говорили и на молитвенной школе. Поэтому получи откровение, второе – истолкуй, и третье – примени это истолкование. И так, еще один момент я хотел бы отметить. Это то, что часто откровения, они идут в парадигме наших таких духовных позиций. Ну, к примеру, парадигма одна у прославления, они получают, ну, свое направление. А часто люди, ну, не всегда двигаются из своих позиций, бывает путают. К примеру, они, если ты лидер прославления, получил какие-то пророческие слова, откровения в отношении прославления, но вдруг ты начинаешь это пророчество детскому служению или пророчествовать пастору, либо лидерам других отделов. Поэтому занимайся своей работой и двигайся по мере веры, потому что евангелисты могут сказать, пойдем на улице, я получил откровение о том, что надо выполнять великое поручение. А пророк может сказать, не пойду на улицу, пока не получу от Бога. Поэтому то, что ты получил, то ты и делай. Аминь. Так, драгоценное. Возьму, наверное, я еще минут пять времени. Минут пять времени. Мы с вами, значит, остановились на последнем уроке, говоря о пяти органах чувств. И мы начали такой, первый орган взяли, духовное зрение, где мы с вами поговорили о том, что в духовном зрении мы должны отделять время для того, чтобы быть внимательными. Помните, мы говорили о том, что я, допустим, дружу и служу также с командой, которая здесь в России, с Рональдом Савкой. И, к примеру, они пророчествуют с открытыми глазами. Я не говорю, что обязательно с открытыми глазами надо пророчествовать, для того, чтобы быть внимательными, потому что может какой-то предмет, как у пророка Агава, высвободить именно пророческое слово. Когда он увидел, к примеру, и зашел пояс апостола Павла, и он сказал, чей это пояс, такие-то, такие-то могут быть у него преграды. Также мы говорили о воображении, потому что воображение, оно дает нам картины и представления. Как, к примеру, Давид говорил о том, что я всегда видел Господа пред собой. Аминь, да? Потом я также говорил с вами и приводил пример об открытом видении, также к духовному зрению. Это то, что мы получаем во снах. Также, когда мы попадаем в такое некое иступление или восхищение, мы можем сказать, сильно не будем на этом, ну, скажем, пока останавливаться. Когда мы говорили, к примеру, об апостоле Павле, о Петре, когда он в таком попал в иступление, и Господь что использовал? Господь использовал то, что он сильно хотел есть. И когда готовили пищу, он поднялся, там, в верхнюю, наверное, гордицу, и слюни текли, но и также божьи потоки потекли. И Господь использовал вот это естественно для того, чтобы дать ему то видение, в которое в конкретном, в конечном итоге открыло дверь для язычников. И также мы говорили о том, что мы можем увидеть такое состояние, попасть в такие состояния, когда мы видим явление Иисуса Христа или ангелов. Я также рассказывал о том, что, как я видел, большого Иисуса Христа, вождя воинства небесного именно перед теми задачами, которые у нас стояли, когда он нужен был большой. Потому что тогда это было ободрение, чтобы идти из победы. Аминь. Значит, второй орган – это наш духовный слух. Это тогда, когда приходят к нам мысли. Я приводил пример Псалон 138. С ними я ложусь и сплю, и просыпаюсь, и опять еще с тобой. И эти мысли могут быть из Писания, из жизни, из истории. Также к духовному слуху мы можем отнести голоса, звуки из духовного мира. Также это могут быть слова из проповеди или из прославления. То есть будь очень внимателен. Даже к духовному зрению мы можем о внимательности говорить. Может быть, на какой-то афише ты что-то увидел, какая-то картина, что-то в киоске. И вдруг у тебя возбудился твой пророческий дар. Третье – это духовное осязание. Мы можем в скобочках даже поставить прикосновение. К примеру, ты в теле начинаешь чувствовать огонь. К примеру, я часто слышал, к примеру, огонь. У меня это тоже ладошка горела. Бывало, чувствовал именно такое осязание. Я, значит, был на одних курсах, семинарах таких духовных. И вдруг я, значит, реально в такое как бы иступление, что ли, вошел. Просто отключился, можем сказать, чуть ли не там, скажем, ты знаешь, что не спишь. И вдруг я наклонился. И потом я осознаю, думаю, господи, то ли я уснул, и я лежу на плече. Я подумал, что человек, и я оглянулся справа, и никого не было. А я реально лежал. И я понял, говорю, господи, спасибо тебе за это время. И вот именно вот такое осязание пришло именно через тело, вот именно на физическом уровне. Ты можешь чувствовать огонь в ладонях, как вот женщина, допустим, с кровотечением прикоснулась до Иисуса Христа. Ты даже можешь чувствовать в душе, потому что Бог наш, Он и в духе, и в душе, и в теле, потому что храм Духа Святого наше тело. И вот в душе ты можешь чувствовать радость или негатив от человека. Также в себе можешь чувствовать одиночество или ностальгия, которая как исходная точка, она поведет тебя для того, чтобы распаковать твои чувствования в послании Божьи. В духе, к примеру, ты можешь, ну вот как Иисус Христос в Гессимане, Он скорбел в духе, ужасался. И ты можешь также радоваться духом. И что-то человек может говорить хорошего, к примеру, но ты, к примеру, чувствуешь, что что-то не так. Вот, к примеру, тебе говорят правильные слова, но твои чувствования на уровне вот этого осязания, они говорят противоположные. Поэтому вот мы приходим к чувствам, говоря о них. То есть потому что ты начинаешь замечать, что чувства не всегда согласуются, к примеру, с нашим разумом. Разум говорит, ну, вроде толково все будет, а чувствование говорит, беги, к примеру. Потому что это тот человек, который просто высасывает у тебя духовную энергию. И поэтому в сердце может быть мир, а в разуме ты можешь накручивать по полной. За детей там, которые на вечеринке. И, к примеру, говоришь там с братом или с сестрой о чем-то. А внутри тебя, к примеру, идет негатив по отношению к тому, что что-то не так. Или наоборот, хочешь обличить, к примеру, брата. А получается, что нет, ты хотел обличить, а на самом деле хочешь рассудить. А Господь тебе, наоборот, говорит, что с миром подойди. Ну, так как-то я немного, может быть, запутал. Ну, думаю, распутаете. Аллило, ведь вы пророческие люди. Но как Филиппийцын 2.5 нам говорит, что у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе и Иисусе. Значит, четвертый пункт. Это духовное обоняние и запахи. Ты можешь чувствовать, находясь с человеком, вот именно на таком духовном чувствовании. К примеру, там, ну, пошла вонь какая-то, водорода или запах, наоборот, благоприятный, елея. И потому что атмосфера, она пахнет. И, как я говорил, к примеру, касаясь снов и касаясь видений, мы должны обязательно чувствовать, определять фон, в котором мы находимся. Кроме того, послание, которое Господь нам дает, из этого ты будешь заключать, негативное оно или позитивное. Поэтому, к примеру, описана молитва, она как фимиам или запах. Павел пишет, к примеру, для одних мы можем быть смертоносным, а для других – живительным. Ну и последний, пятый пункт – это духовный вкус. Мы можем чувствовать вот именно на уровне вкуса, такого духовного, что происходит в молитве, что происходит в доме, в который ты вошел, что происходит на служении. Помните, из Икии он съел свиток и другие служители Божьи, которые мы наблюдаем. Господь говорит, съешь, там в густах будет мед, там будет горько. И Господь всегда дает попробовать. Кроме того, он еще и говорит, ешьте плод мою и пейте кровь мою. Ну что, драгоценное, у нас достаточно время прошло, почти 45 минут. Поэтому, дорогие, я молюсь, чтобы мы с вами хранили связь, потому что я верю, что мы нужны друг другу. И благословит Господь Василия и вот Марину и всю вашу команду, что кроме того, что вы сделали эту школу не только лицом к лицу, вот приезжало столько благословенных братьев, и, ну, также вот именно онлайн школы, и вы сделали еще чат, на котором могут проходить практики, вопросы, задания и общение для того, чтобы эта школа, она не закрывалась, она двигалась дальше, чтобы родилась вот именно, точнее, команда уже родилась, как я слушал свидетельство Василия, но чтобы к этой команде вот именно прилеплялись те люди, которые от Бога. И, как апостол Павел сказал, я также молюсь, потому что есть и вас прошу молиться, потому что не во всех есть вера, есть негодные и другие характеристики людей, которые могут иметь такие мотивы для того, чтобы, к примеру, разрушить это служение. Поэтому я верю, Господь вас защищает, Господь вас благословляет, и не стесняйтесь, задавайте вопросы, потому что много чего мы вообще не говорили, и растите, расширяйтесь в любви Господне во всей долготе, глубине, широте и высоте. Будьте благословены, дорогие. Аминь.